В городе проходит турнир по теннису Пинск Оупен. Эти соревнования имеют высшую для нашей страны вторую категорию Европейской теннисной федерации. На кортах спортсмены до 16 лет. Это одни из самых сильных юных теннисистов в Беларуси. В этом году в соревнования вступили также представители России, Украины и Польши. Ежегодно наш теннисный сезон открывается именно этим традиционным турниром. Именно с этого турнира и приходят дети сюда заниматься на корты. Участников у нас порядка 80 детей. В этом году не так много приехало, как в прошлом году. Естественно, для игроков это, конечно же, хорошая возможность проявить себя, заработать рейтинговые очки, чтобы продвинуться дальше. Состав хороший, достаточно ровный. Опять же, такой подростковый хороший юношеский возраст, в котором спортивная составляющая определяющая. То есть здесь может любой выстрелить. В турнире приняли участие два спортсмена из Пинска. Ребята не имели возможности поддерживать форму зимой. В городе нет крытых кортов, поэтому стартовали с минимальной подготовкой. Валерия Крупич вступила в борьбу за награды, а Артем Чуприс не смог пройти квалификацию. Корты готовились две недели, поэтому, когда они готовились, мы играли. Григорий Айцевич, это мой тренер, делал нам специально первый корт, и мы на нем тренировались. Перерывы в тренировочном процессе сказываются негативно. Но судьи отметили, что наши теннисисты могут показывать высокие результаты, а Пинск находится на высших позициях в рейтинге теннисных городов Беларуси. Я рад, что в городе Пинске не затухает проведение международных турниров, что очень много детей занимается, но в это же время стоит на протяжении многих лет проблема, где заниматься в зимний сезон. Сейчас этот вопрос настолько близок к решению, и он приносит столько положительных эмоций, что мы выходим на завершающую стадию. Вопрос с скрытыми кортами остается открытым. Как бы ни было, по результатам турнира копилка наград пинских теннисистов не пополнилась.